А процесс капремонта многоквартирников тормозит бюрократия. Но ничего не поделаешь, правила для всех одних. Действительно, чтобы найти проектировщиков и подрядчиков, а также оформить все необходимые бумаги, уходит минимум два месяца. Впрочем, в октябре вступит в силу новый закон. Он касается сроков и требований отбора. Изменит ли ситуация нововведения, узнала Евгения Зубцова. Очень надежный в эксплуатации и достаточно так красивый. Стоит такая красота полтора миллиона рублей. Сотрудники Александра Фритцлера за 2016-й установили 23 лифта. Сейчас заявляются на новый конкурс. Пройти отбор не просто делится. Подрядчик мало хорошего имени. Нужно иметь приличные финансы на счете. Аванс им теперь не дают. Это довольно-таки сложно, так как нужно все равно приобрести оборудование. Это большая часть из сметных расходов. Также нужны и расходные материалы, заработная плата рабочих. Фирму-однодневку капремонтом не допустят. Подрядчик должен работать на рынке минимум 5 лет. А еще, чтобы без долгов, каждую заявку специалисты досконально изучают. Причем в разных регионах свои правила отбора. Скоро их объединят. С середины октября у нас вступает силу постановления правительства Российской Федерации. Оно будет единое на всей территории России. Где подрядные организации будут отбираться на конкурсной основе. Но только будет двухэтапный отбор. Наверное, сегодня о капитальном ремонте дома не мечтают разве что жители новостроек. Остальные собственники с нетерпением ждут, когда начнутся работы. И вот что интересно. План 2016-го уже составлен, а реконструкции так и нет. Весь процесс затягивается из-за выбора подрядчиков. Конкурс идет в два этапа. Сначала выбирают проектировщиков. Заявки принимают 15 дней. Затем вскрывают конверты, определяют победителя и заключают с ним контракт. Плюс 15 дней. Когда проект ремонта готов, начинают выбирать подрядчиков. Второй этап занимает еще столько же времени. Все вместе минимум два месяца. Можно по-разному к этому подходить. Можно сказать, что это бюрократия. Но давайте помнить, что это целевые деньги. Что это наши с вами средства. Ну, что делать? Мы же хотим хорошего подрядчика найти. В октябре будет создан реестр подрядчиков. Так проще понять, кто может участвовать в конкурсе. Но нововведение навряд ли сократит время отбора строителей. Евгения Жуцова, Максим Плюхин, Тюменское время.